Гностицизм – это сложное и разнообразное религиозно-философское движение, возникшее в первые века нашей эры, особенно в первом и втором веках. Оно представляет широкий спектр верований, но в основе гностицизма лежит идея о том, что духовное знание, гносис, является ключом к спасению. Это знание, однако, не является просто интеллектуальным или доктринальным, оно представляет собой глубокое, интуитивное понимание божественных истин, скрытых от материального мира и доступных только посвященным. Происхождение и исторический контекст Происхождение гностицизма до сих пор вызывает споры среди ученых, но обычно считается, что он возник в контексте раннего христианства, и ленистического иудаизма, впитывая элементы различных религиозных и философских традиций, включая платонизм, зороастризм и восточный мистицизм. Также считается, что гностические идеи были подвержены влиянию более широкого религиозного ландшафта Грека Рима, который характеризовался синкретизмом, смешением различных религиозных традиций. Некоторые ученые утверждают, что гностицизм развился как реакция на воспринимаемые недостатки ортодоксального христианства, иудаизма, особенно их упор на трансцендентного Бога, и материальный мир, как нечто изначально хорошее. Гностики, напротив, считали материальный мир несовершенным творением низшего божества, часто отождествляемого с демиургом, и верили, что истинное спасение заключается в том, чтобы вырваться из этого мира и вернуться в царство чистого духа. Основные убеждения Один – дуализм. Одним из центральных положений гностицизма является резкий дуализм между материальным и духовным мирами. Материальный мир часто рассматривается как тюрьма или ловушка для души, созданная злобным или невежественным божеством, известным как демиург. Эту фигуру иногда отождествляют с Богом Ветхого Завета, которого гностики считали тираническим и несовершенным создателем. Противоположность этому духовный мир ассоциируется с истинным, непостижимым Богом, существом чистого света и добра. Два божественная искра – гностики верят, что в каждом человеке находится божественная искра, частица истинного Бога, которая оказалась в ловушке материального мира. Цель гностика – пробудить эту божественную искру и вернуть ее в законное место в духовном мире. Это пробуждение достигается через гносис, или эзотерическое знание, которое раскрывает истинную природу себя и Вселенной. Три – спасение через знание, в отличие от ортодоксального христианства, которое подчеркивает веру, и таинство как средство спасения, гностицизм учит, что спасение приходит через знание. Это знание доступно не всем, а оно является тайной, скрытой истиной, которая должна быть раскрыта посвященным. Гносис включает в себя глубокое, интуитивное понимание божественного и себя, часто передаваемое через видение, мистический опыт или учение духовного наставника. Четыре – роль Иисуса. В гностической мысли Иисус часто рассматривается не как спаситель, умерший за грехи человечества, а как божественный посланник, пришедший передать знания, необходимые для спасения. Некоторые гностические секты, такие как Валентинианская школа, видели в Иисусе фигуру, воплощающую как человеческие, так и божественные аспекты, в то время как другие считали его чисто духовным существом, которое только казалось принявшим физическую форму, вера, известная как декетизм. В любом случае, роль Иисуса заключается в том, чтобы направить души к знанию, которая освободит их от материального мира. 5. Космология. Гностическая космология сложна и часто включает в себя сложную иерархию божественных существ, или ионов, которые исходят от высшего бога и населяют духовный мир. Материальный мир, напротив, является творением низших существ, включая Демиурга и его архонтов, которые стремятся удержать души в невежестве и материальности. Гностический миф часто включает в себя повествование о падении или нисхождении из духовного в материальный мир, за которым следует возможность искупления через гносис. Гностические тексты и школы. Гностицизм – это не единая доктрина, а скорее совокупность связанных идей и текстов. Многие из этих текстов были утрачены или уничтожены из-за их еретического статуса в рамках ортодоксального христианства, но некоторые сохранились, в особенности благодаря открытию библиотеки на Кхаммаде в 1945 году. Эта коллекция коптских манускриптов, найденных в Верхнем Египте, включает ключевые гностические тексты, такие как «Звездочка Евангелия от Фомы Звездочка», «Звездочка Евангелия от Филиппа Звездочка», «Звездочка Апокриф Иоанна Звездочка» и «Звездочка Евангелия Истины Звездочка». Со временем появились разные гностические школы или секты, каждая из которых имела свои интерпретации гностических мифов и доктрин. Среди наиболее значимых Валентинианство, основанное Валентином во II веке, эта школа известна своей сложной космологией и акцентом на различия между психиками, обычными верующими и пневматиками, теми, кто обладает истинным гносисом. Валентинианство было одним из самых влиятельных и распространенных гностических движений в раннем христианстве. Ситианство – это секта названа в честь библейской фигуры Сета, которого ситиане считали духовным предком и откровенителем божественного знания. Тексты ситиан часто содержат сложные мифы о сотворении мира и падении души в материальный мир. Мандаизм – гностическая религия, которая существует и по сей день, главным образом среди общин в Ираке и Иране. Мандейцы почитают Иоанна Крестителя как своего главного пророка и придерживаются дуалистического мировоззрения, схожего с другими гностическими традициями. Манихейство – хотя манихейство не является строго гностическим движением, оно, основанное пророком Мани в III веке, включает в себя многие гностические элементы, такие как дуалистическая космология и акцент на спасение через знания. Манихейство широко распространилось и оказало влияние на различные религиозные традиции в Азии и Европе. Гностицизм и раннее христианство Отношения гностицизма с ранним христианством сложны и многогранны. С одной стороны, многие гностические секты считали себя христианскими и почитали Иисуса как центральную фигуру. С другой стороны, учения гностицизма часто противоречили зарождающейся ортодоксальной христианской доктрине, особенно в отношении природы Бога, сотворения мира и спасения. Ранние отцы церкви, такие как Ириней, Тертулян и Ипполит, яростно выступали против гностицизма, считая его опасной ересью, угрожающей единству и чистоте христианского учения. Труд Иринея против ересей является одним из самых значимых раннехристианских критических произведений о гностицизме, предоставляя подробные описания различных гностических сект и их верований. По мере того, как христианская церковь становилась все более институционализированной, гностицизм все больше маргинализировался и преследовался. К IV и V векам, с утверждением никейского символа веры и консолидацией ортодоксальной доктрины, гностицизм в значительной степени исчез как отдельное религиозное движение, хотя его влияние продолжало сохраняться в различных формах, включая средневековые ереси, такие как катаризм. Наследие и влияние Несмотря на подавление, гностицизм оказал длительное воздействие на западную мысль, особенно в сферах мистицизма, эзотеризма и философии. Гностические идеи неоднократно всплывали в истории, влияя на различные движения и мыслителей, включая герметическую традицию, ренессансный гуманизм и современные эзотерические и оккультные группы. В XIX и XX веках гностицизм вновь привлек внимание, особенно среди ученых, философов и художников. Открытие текстов на Кхаммаде в середине XX века предоставило огромное количество нового материала для изучения гностицизма, что привело к возрождению интереса к его сложности и разнообразию. Знаковые фигуры, такие как Карл Юнг, который видел параллели между гностическими мифами и своими психологическими теориями, и писатели, такие как Филипп Гдик, чьи романы исследуют гностические темы реальности, знания и природы божественного, внесли свой вклад в современное возрождение гностических идей. Гностицизм продолжает привлекать тех, кто ищет альтернативные духовные пути или кого привлекают его темы внутреннего знания, борьбы с материальностью и поиска божественной истины. Хотя он, возможно, никогда не вернет себе ту значимость, которую имел в первые века нашей эры, гностицизм остается увлекательной и влиятельной главой в истории религиозной мысли.